В новом корпусе 10-й городской больницы, что строится в Волгаре, работы в самом разгаре. В большинстве будущих кабинетов уже выполнены внутренние работы. Строители там размещают мебель и проводят уборку помещений. Все основные инженерные сети проложены. Продолжается работа по чистовой отделке коридоров. На улице активно благоустраивают прилегающую территорию. Кроме того, заключены контракты на поставку медицинского оборудования. Уже в ближайшие дни в больницу привезут флюорографический аппарат. В ближайшее время ждем начала поставки медицинского оборудования. Уже подтверждена поставка в ближайшие дни флюорографического аппарата, эндоскопического оборудования. Оборудование для центрально-стерилизационного отделения, то есть офтальмологического оборудования. То есть оно начинает поступать прямо со дня на день. Всего новый корпус может принимать до 700 человек в смену. Чтобы обслуживать такое количество пациентов, часть персонала переведут из действующих отделений. А также наймут 50 новых специалистов. В основном это выпускники самарских учебных заведений. Подбирать квалифицированные кадры начали еще год назад. На ближайшую перспективу есть чем развиваться, загружаться и вводить новые методы лечения и подходы в медицинской помощи. Я считаю, что это будет тот стимул, тот толчок, который активно позволит развиваться здравоохранение Кубежского района в целом. В здании будет пять разных входов. Своё для каждого отделения. Здесь будут принимать взрослых и детей. Откроется пункт женской консультации и дневной стационар для реабилитации. При этом действующее отделение продолжит свою работу. Также будет действовать отдельно инфекционное отделение. В новое здание переедет и гипотологическое отделение. Оно станет центральным для всего региона. На базе такого нового учреждения нами будет создан, вернее переведен областной гипотологический центр лечения пациентов. Преимущественно амбулаторная категория, которая лечится в дневном стационаре, получают препараты бесплатно за счет регионального бюджета. Позволяет своевременно и навсегда излечиться от такого тяжелого заболевания, как гепатит С. И в новых комфортных условиях мы продолжим лечение этих пациентов уже на площадке новой нашей поликлиники. Строительство нового корпуса ведется в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена» национального проекта здравоохранения. Его инициировал президент России Владимир Путин. Исполнение государственных задач контролирует правительство области и губернатор Дмитрий Азаров. Также в рамках этой программы в Самаре появится еще одно отделение больницы у микрорайона «Крутые ключи» и детское отделение на улице Паново. А в Волгаре объект обещают сдать в эксплуатацию уже осенью этого года с опережением графика. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.